Девушки отдыхают Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками Без трофеев И потеряв след Что ж, бывает Особенно если чудовище, которое ты выслеживаешь Умеет превращаться в туман А как... Как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения Крестьяне ругаются матом Мещане требуют вернуть задаток Дворяне пытаются затравить тебя собаками А владыки? Обычно грозят эшафотом Судари Вас ожидает досточтимая княжна Ваша милость Народ требует кары Сиана совершила столь страшные преступления Пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин И я совершу преступление Жертвой будешь ты Повторяю последний раз Сиана в ответе за множество смертей Но она моя сестра Учитывая кровные узы и наше прошлое Я не допущу самосуда Опасаюсь, Ваша милость, что чернь может подняться Они могут взять темницу штурмом Пусть себе штурмуют Ее там нет Сиана в безопасном месте И будет там ожидать суда Покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт Где он? Где Деттлов? Мы работаем над этим, Ваша милость Ты меня за дуру держишь? Я... я бы не посмел Мне все равно, над чем ты работал Работаешь или будешь работать Мне нужны результаты А их по-прежнему нет Иногда я устраиваю охоту на лис Вы знаете, как это выглядит? Великий Ловчий спускает собак со сворки Они мигом берут след и загоняют зверя И все это в пределах часа У тебя, ведьмак, была неделя Помощь моих рыцарей И ты не достиг абсолютно ничего Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась Быть может, вместо ведьмака, Вашей милости Следовало нанять легавую? Ты ходишь по тонкому льду, ведьмак Очень тонкому Я бы попросила тебя все-таки выбирать выражение А теперь к делу Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость Сиана использовала Детлофа Она обманула его, чтобы убить рыцарей, которые сопровождали ее возгнание Вероятно... Ваша милость Вампиры Что? Ну, говори Вампиры Напали на город Капитан Делакур обороняет площадь возле пристани Но Множество убитых Зараза Раз уж Детлоф хочет войны Он ее получит Геральт, за дело Больше никаких отговорок Пальмерин, ты... Уберите ее Сиана не явилась навстречу Вот, пожалуйста Детлоф не шутил Да И нам тоже надо заняться этим всерьез Дело зашло слишком далеко Рейдис Ты упоминал какой-то способ выманить Детлофа Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог И просто скажи, как заставить Детлофа явиться навстречу Минутка Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу Ты же можешь выполнить требования Детлофа и освободить Сиану Ты думаешь, Детлоф все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает Он пытается понять, что происходит И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной Попробуй убедить меня, что ты прав Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но... Детлоф не злой Он импульсивный Нужно, чтобы они встретились, поговорили И он отступит от города Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения А если встреча пойдет не по твоему плану? Что если дойдет до боя? Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится? Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности Просто ответь, да или нет Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы У меня много замечаний к твоему плану В том числе и такое Мы не представляем, где держат Сиану Ты слышал, что говорила княгиня В темнице ее нет Отговорки, мой друг Я уверен Стоит тебе захотеть Ты найдешь ее без труда Ну, в общем Можно поговорить с Дамьяном Княгиня держит его при себе Вероятно, он что-то знает Вот видишь Я знал, что ты что-нибудь придумаешь Надеюсь, я развеял твои сомнения Не совсем Мы еще не закончили разговор Так как можно выманить Детлова, если вдруг понадобится? Кровью девственницы? Видишь ли Где-то неподалеку живет один из скрытых Древних могущественных вампиров Самых древних и самых могущественных Да, и? Тусент Земли Скрытого Каждый из нас обязан слушаться его Покуда здесь находится А значит, достаточно одного его слова И Детлов явится в указанное место И как убедить этого Скрытого Чтобы он вызвал Детлова? Сперва хорошо было бы его найти Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды А вот местный Возьмем, к примеру, Арианну Видишь ли, она тоже... Я догадался Хорошо, допустим, она меня к нему приведет И что дальше? Не знаю Надо будет импровизировать Словом, или я поддамся шантажисту Или сражусь с ним Ты знаешь мои предпочтения Если мы освободим Сиану И устроим ей встречу с Детлофом Есть шанс, что мы все останемся живы Включая Детлофа Рейнис Прости, что ставлю тебя в такое положение, но Если я все-таки решу драться с Детлофом На чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом Я не стану у тебя на пути Я ценю это Надеюсь А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? Прости, Рейгис, но гибнут люди Я не могу тратить время на терапию для супружеских пар Что ж, жаль Ты знаешь, что делать Сходи к Ириане, попроси, чтобы она направила тебя к скрытому Может, она согласится А ты что будешь делать? Сейчас Сделаю все, что могу, чтобы по возможности сократить число жертв Если узнаешь, где искать скрытого, шепни словечко птицам Я тебе помогу Даже если придется выступить против Детлофа? Даже если так Удачи, Геральт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!